Я нашла ее. Вот она. Теперь нам ее надо не потерять. Всем привет из Санкт-Петербурга. С вами снова садовница Оксана. Сегодня 9 марта 2021 года и я с грустными вестями. В моей рассаде завелась с ним отода. Грустно то, что я нашла ее уже в трех ящиках с рассадой петуни и в двух с пеларгонией. До остальных я просто физически еще не добралась, поскольку подготовка образцов для исследования и изучения материала занимает довольно много времени. Итак, начнем. Петуния была посеяна 25 января. Мое видео о ее всходах, как они выглядели 16 января, вы можете посмотреть по ссылке, которая появится на экране. Если честно, всходы абсолютно всех растений меня не удовлетворяли в этом году с самого начала. Рассада была хилой, листья корежились, на отдельных экземплярах наблюдался хлороз. Но я винила во всем то, что высадила я их довольно рано. Стоят они у меня на подоконнике, на стеллажах. Средняя температура земли весь февраль была 17-22 градуса. Солнца было мало и рассада досвечивалась фитолампой. Примерно с 9 вечера до 12 ночи. 24 февраля я провела подкормку рассады аммиачной селитрой. Почему именно ей? Ну, просто в магазинах не было ничего, кроме нее. И теперь я буду знать, что удобрения на весну нужно запасать с осени. Потому как основной сезон продажи садовой атрибутики начинается с марта. 25 февраля удалось найти в магазине монофосфат калия. Я подкормила им сразу же в этот день. 7 марта я заметила, что новые листья петунии, бургунди пикоти, скручиваются вовнутрь и искривляются. Листья остальных в другом ящике скручиваются кнаружи. И 80% пеларгонии, поставленной на укоренение, корней до сих пор за месяц так и не дала. Я стала искать причины. Как обычно, в интернете 100-500 комментариев специалистов. Перелив, недолив, нехватка калия, нехватка фосфора, кислый грунт. Короче, я сделала вывод, что они сами ни черта не знают и пальцем в небо тычут. Кстати, pH грунта я замерила. 5,6. Нормально. Перелива быть не могло точно. Пересушки тоже. Удобрения вносила совсем недавно. К тому же, производитель грунта указывает, что в почве уже есть азот, фосфор, калий и микроэлементы. В чем я не совсем уверена теперь. А теперь предлагаю насладиться видом нематоды, которую я узрела в микроскоп из моих контейнеров на срезах корней петунии и калоса пеларгонии. Кстати, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам так же, как и мне, интересен микромир растений. Если видео наберет хотя бы 50 лайков, буду дальше показывать вредители и болезни микроскопа. Далее у меня возникает резонный вопрос, как же нематода попала ко мне. Все очень просто. С грунтом теравита, купленным в этом году в Максидоме. Хочу заметить, что данным грунтом я пользуюсь довольно давно. И он мне больше всех напоминает отличный грунт, почти чернозем с краплениями торфа, агроперлита и подобной штуки. Ну и я не приглядывалась особо, что там еще есть. Брали его по цене 350 рублей за 50 литров. Это, в общем-то, не дешево. Куплено было 200 литров и все ушло на подоконники. Других путей заражения я просто не вижу. Так что, ребятушки, землю от торовиты в этом году я очень не советую покупать. Растения, которые я исследовала, были посажены в землю из разных мешков. Увидеть нематоду невооруженным взглядом невозможно, потому что ее размер микроны. И если вы видите белых червяков в горшке, то это что-то другое, а не они. Я не вижу смысла продолжать обследовать другие контейнеры. Думаю, что для составления полной картины происходящего с остальными растениями все и так понятно. Каждого среза корня я нахожу 2-3 штуки. Срез микроскопический. Я боюсь даже себе представить их количество в грунте. Предлагайте в комментариях способы борьбы. Подопытных кроликов у меня теперь полно. Будем вместе искать, чем ее убить. Возникает только вопрос, как найти их цисты. Как они выглядят и куда откладывают яйца. Этот момент я еще не изучила. Буду штрудировать учебники по зоологии в поисках ответов. А вы можете помочь хорошей и грамотной информацией. Буду вам очень благодарна. Какой план дальнейших действий? Но нематода корневая, что радует. В стеблях я ее не нашла. Какой способ спасения я вижу? На мой взгляд, существует их три. Первый. Выкинуть все к чертям собачьим. И все. Избавиться от нематоды практически невозможно. И забыть вообще цветочный бизнес, как страшный сух. Второй вариант. Черенкование. Я сеяла растения рано. Для того, чтобы к сезону они уже имели товарный вид. Если я все начеренкую, на отращивание корней потребуется время. И продать я смогу растения здоровые, но не цветущие. И третий вариант. Торгашный. Забить на нематоду. Закормить растения удобрениями. В надежде на то, что они вырастут быстрее, чем она их сожрет. Что там дальше у людей с рассадой будет? Пофиг. Главное, чтобы при продаже хорошо выглядело. Ну, такой вариант я не приемлю. Поэтому выбирать придется вариант два. Здоровые, но не цветущие растения. Продавать людям зараженные растения – это просто шлак какой-то. Я ночами спокойно не смогу спать. А теперь еще и думаю, а может некоторые люди покупают цветок, который помер потом. Винять себя и свое неумение ухаживать за растениями. А проблема возможна не в вас и в ваших руках, а в банальных болезнях и вредителях. В многих растеневодах вы видели микроскопы. В магазинах никто не сидит с микроскопами. И что там живет в горшке, который вы купили, порой увидеть невооруженным глазом просто невозможно. Так что делаем выводы, господа. Не забываем лайкнуть видео, оставить комментарий и подписаться. А я пойду дальше грустить над своими нематодами. Один маленький контейнер с черенками я оставила. И буду проводить опыты на них. Буду дальше своих червей подкармливать и смотреть за их развитием. И делиться с вами. Предлагайте способы их уничтожения. Все испробую. Все. Всем спасибо за просмотр и пока. Интересно, что это? Это какое-то яйцо? Что это за штука? Ну, оно вроде не шевелится. Что это? Что это такое? Что это за штука? Продолжение следует...